Мы читаем в нашей Динной главе «Захор от этих шарасалых амалек надельных тасханит рай». Конечно, в Динной главе это память, мы будем запомнить, что нам взял амалек. Вроде бы мы все привыкли, что мы читаем эту главку «Пашацхор перед Куримом». Однако есть точка зрения Рамбана и других мудрецов, окончающихся точкой зрения Рамбана, что мы должны читать эту главу из хумыша или ситурдина напечатана каждый день. В каждом ситурдине обычно, нормально, в конце шаха есть шесть схерот, шесть памятей, которые мы читаем. Одна из них, это помните, что нам сделала амалек. Это отказание, которое мы постоянно. Есть, как известно, большая дискуссия. Обязывали женщинам слушать эту главу, читать ее. Потому что они, женщины, не берут войну. Однако вот эти слова, какая-то принятая вещь, что люди были ведены, женщины обязательно приходят в службу «Пашацхор», хотя они войны вести не будут. И я хочу эту вещь немножко сегодня объяснить. Вопрос такой, это память, то, что мы сделали амалек. Сутью, что мы просто, как пишет Хырух, это что мы... У нас горела ненависть к этому исчадию зла. Ну так сказано, «Анижевая Шем Синура» «Вернущая Всевышнего ненавидите зло». И нам надо помнить это физическое воплощение сил зла, чтобы его изжить из мира, это зло. И тут есть еще некоторая дополнительная идея об этом, кроме этого. Вот здесь мы это смотрим, мы это осматриваем только с точки зрения подготовки кучи утяжения амалека. И можно объяснить, что мы женщины помнили, что воспитывали детей, и напоминаем, что что нам сделало амалека. Что мы сделаем амалека, просто по примеру. Ну, два примера. Ну, известная вещь, что еще 140 лет тому назад, даже более того, еще раньше, были мудрецы, которые считали, что Германия – это амалека. Эта идея не возникла после катастрофы. Были мудрецы, которые не хотели просто перепряжать в Германии из-за этого. Я, по-моему, если я правильно помню, весь Мхадзон, когда я жил в Мусорим Вильгельм, мне хотелось бы видеть его. Так вот, что такое амалек? Просто я не говорю, что все немцы – это амалек. Я такого не говорю. Но то, что в Германии есть амалек – это то, что наши мудрецы говорили задолго. Это первое время. И не то, что мы сейчас, а то, что произошло в Германии – это просто дьявольские издевательства. Просто это… Не можешь себе представить, если не знать, что это было. Это все – это проявление молекул. Но надо это помнить. Надо это зло ненавидеть. Не надо забывать. И, например, другая сторона. Источник этого – это уже книга Зора. Она начинается с Агро. Агро уже говорит, что… Есть амалекитяне среди Евреев. Приводится книга Агро. Источник – это Зор. Источник – это Бог, просто говоря. То есть какие-то силы амалека, силы зла, свойственные амалеку, они как-то вошли в наш народ тоже. Мы об этом говорили. Источник – это у нас, в России, рабицах Зильбера, что… Источник – коммунист, народ и с религией. Источник – это было, это было, молек. Это рабицах, пишут свои книги об этом. Источник – юридическая секция ВКПБ. И тут нам тоже надо помнить то, что они нам сделали. Надо помнить, как нас лишили три поколения евреев и СССР были оторваны от жизни, от торы, от света. И если не великие чудеса Всевышнего, когда нас вытащил оттуда, спас нас от всего этого, то было бы страшно. И, кстати говоря, еще далеко не все спаслись этого. Есть тут большой очень урок. «Ой, Илья Байошем, Синура» «Веществу ищут даже не давидеть зло, даже не бороться». Однако тут есть еще одно сображение. Я уже как-то об этом говорил. Мне хочется немножко эту идею развить. Амалек пришел не просто так. Амалек сам по себе не имеет никакой силы. И все время возникло сомнения, есть ли мы среди них или нет, амалек бы не пришел. Как говорится в нашем комментарии. Если бы наш народ не учился за счет того, что он халатно, амалек бы не пришел. Если бы у нас не было раздоров, амалек бы не пришел. То есть, попросту говоря, надо нам помнить не только то, что сделало амалек, а еще и причины, почему он это сделал. Амалеку в мире нет никакой силы. Нет никакой силы ни у кого. Если нет, то это воля Всевышнего. Почему же Всевышний спустил эту страшную, злую собаку? Вы знаете, собака – это комплимент. Я решила его сцепить. Вот в чем он должен. Вот я… У меня, вроде бы, есть сомнения, вроде бы, напрямую здесь говорится, помнить, что… Он сделал амалек, но здесь не говорится прямым текстом, чтобы помнить причину, почему… Чего… Он все нам сделал. Хотя тоже очень важно, что… То есть, когда мы знаем причины, деяния амалека, то мы можем исправить себя. Сделать чего? Сделать чего? Чтобы… Вишни не дай мне не повторялись. В этом месте, в Хумыше, Рамбан… Приводит… Сопоставляет… 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 Заповедь… Напомнить, что сделал амалек. Вспомнить, что сделал Всевышний мирян. То есть, он пишет, что… Мы не забыли, помним, что сделал этот негодяй, тем, что мы передали это в следующем поколении, поэтому обязанность речь, выявился… Однако, тут он напоминает… Подобное же напоминание нам, что… Нас издан заповедано… Захорон Маша, Саа Шиванок ехал в мирян… Помнить, что сделал Всевышний мирян… Суть… Тут нет вопроса, что… Помнить, что сделал Всевышний мирян… Надо за мирянам отомстить, не дай Бог… Совершенно точно… Надо понять… Почему… И за что… Он заказан на память Ницамильям… Тем, чтобы… Грех… Грех… Страшнейший… Грех… Засловие… Всех его… И пыль из засловия… Вак, Наши, Нора… И… Жительства среди нас… Это суть памяти, что сделал Всевышний мирян… Чтобы помнить причины этого… Я так утверждаю одну вещь… Что… Этот аспект… Помнить это… Есть также… И память, что сделал нам Аммалек… Я хочу сегодня немножко объяснить на снимании наших комментариев… Где на эти вещи есть намек… Самой Толи… Вроде бы… Потому что, говоря, здесь не написано… Помнить, что сделал сам Аммалек… Так вот… И преследовал… Каким он делал гадости… Социимого… След в мире… Все… А… А причина духовная… Это… С нашей стороны… Вроде бы не упоминается вообще… Однажды… Однажды… Раша здесь приводит… Следующую вещь… Предыдущий главек… То… То есть здесь… Есть особая заповедь… Так называемая заповедь… О… Точности… Весов… И особый запрет… Уделено… Четыре стих авторы… Не просто… Не обманывать других… И просто… И не воровать… А не иметь… У себя… И не точных весов… Это не так просто… Лучше вообще не иметь весов… Потому что на весы… Это никак не используется для торговли… И тут… Рашель здесь связывает… Две главы… А сейчас мешканод… Глава Абисах… Глава Амалек… Рашель говорит так… И им шиканно бы ведет… И они бы мешканод… А вы дуэтмена героя уехали… Если ты… Мошенничал… С весами… Тебе подобает… Бояться… Прихода… Врагов… Вроде источник… есть связь. Сказано, что есть связь запрета, обмана, обмана в лесах с приходом моряка. Приходит, спрашивает в этом месте наш великий нациф, великий глава, ничего не доложен, что это в тайме Эмека долго. Он не понимает, какое имеет отношение к самому мешкану от приходу обмана. Эмека нигде не сказано, что человек пришел из-за того, что наш народ, естественно, грешил слишком рот. Более того, он утверждает, что в пустыне не было торговли, еле маны. И он говорит, здесь только стоит минуты и хорошо забраться в этом, потому что пишет Эмель Дома. Он пишет следующую вещь. Суть греха лесов – это безверие. Эта вещь объясняет. Всегда человек может украсть просто от голода. Одноразово. Не выдержать и украсть. Однако есть то, что называется профессиональное выводство. Постоянное – это обвешивает других. Мы хорошо знали. Знаешь, что сейчас происходит в бывшем СССР, мы креялись в СССР. Все поработали… Это была самая стандартная ситуация. Все продавцы, астрономы и глуподобные – все обвешали. Это было… Все знали, что они зарабатывали. Все это было… Докумляли в сироп. Сахар. Все это было… Это не разный приступ, так сказать, желания и страсти. Это… Это грех, который стал профессией. Профессией. Вообще… Вы понимаете, в Талмуде, понимаете, в России, что есть воровство, оно оказывается более строго, чем грабитель. Воров выполагается платить кефирту. В одну историю из того, что он украл. Есть случаи, когда вырует скот 24-4, 4-4, 5-4 кратно. Почему? Почему он оказался строже, чем просто разбудник с большой дороги, грабитель? Он не боится ни человека, ни Бога. А воров – он боится людей, а Бога не боится. Это хуже. Это хуже. Это хуже. Это люди, которые такие, не в море по колено. А воров – не в море, не по колено. Где он боится? Бога не боится. То же самое здесь, когда мы говорим сейчас о запрете «Мешколет», то кто-то держит себя у себя, не точно не висит, чтобы помадывать людей, веры и боязни всевышленного нет. И за грех отсутствия веры приходит о море. То, что мы рассчитали в книге «Мешкот», когда задал вопрос, и всевышний среди нас его нет, а пришел на море. То есть, если мы это правильно понимаем, значит, если мы вспоминаем то, что он сделал, напомнить про себя причину, чего пришел. И надо их справляться, справляться. Давай еще одну вещь. Эта вещь известна. Наш народ в пустыне был окружен облаками своего славы. Облаками славы. Никакой враг не мог нам приблизиться. Но какой нам было делать на молеке вообще? Об этом говорит нам Тора. Мы из-за нынбаха коренных вши махареха вата евреаге. Объясняет Раши, что кого мог подозрить молеке только те, кто не было сил из-за их грехов, которые облакославы отталкивали наружу. То есть, здесь нам Тора говорит, что молек имеет силу только в силу греха. Без этого у него силы бы нет. Это уже сказано в своем субботе и не в предыдущем. В этом месте нам добавляет Назовно добавляет Назовно добавляет Назовно 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 Слово, что Амалек приносит Кор Кор Это холод Человек приносит гореть верой и страхом перед Всевышним. Он также объясняет, что Амалек Не просто напал на евреев, он поражает евреев и тянет их на свою сторону. И дальше те, кто потянут Амалеком, они делают его робот. И, кстати говоря, о том, что мы наблюдали всю нашу историю. Известный Страшный глава испанской оппозиции Тарквемада Я потомок выкрестов. Ну, я замуж был выкрест. Про советскую Еврейскую секцию ХКП все знают. И тут еще одна вещь, которую надо увидеть. Раша объясняет Вело играет руки, меньше веду Амалек. И, конечно, по правильным ощущениям Знаками Эти считаются Усталые Очень Уставшие Даже есть такой знак Отнахта Как точка запятую. Потом Это уже относится к Амалеку. Если бы это касалось Нашего народа, то Не было бы Амалеку Было бы неправильное предложение. Так и объясняют. Однако Ставцы Более Тосфот Они Да Объясняют Вело играет руки Нашему народу. Это Не имеет никакого противоречия Усказанного в России. Есть Пшат Простое понимание Все правила грамматики Есть понимание Намека Можно стих прочесть Не по правилам Усказанного Тщения А Это легче прочесть Чем Многие другие Многие другие Наршотки Мы получили нашим Удрецом И тогда в этом месте, по этому дрожжу, нам тоже намекает еще одна причина прихода Амалека – отсутствия боговязности у нас. То есть я хочу эти два комментария объединить. Когда Амалек, куда не было ни капли боговязности, получает силу над нашим народом, которая у нас ослабевает боязнь перед отцов. Мера за мер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...